Здравствуйте! Мы продолжаем цикл нашей программы «Православие и русская литература». И вот сегодня, Александр Николаевич, я думаю, что есть смысл поговорить о двух произведениях, очень важных для понимания творчества Пушкина. Они, кстати, последние в ряду повести Белкина. Существует стереотипное восприятие, скажем, метель. Такая мелодраматическая, очень душещипательная история. Но ведь подтекст Пушкинский гораздо глубже, он выходит за рамки, за поле жанра мелодрамы. Вот расскажите об этом. Ну, во-первых, я хотел бы обратить внимание на контекст. Повести, о которых мы сегодня будем говорить, да и вообще весь цикл повести Белкина был написан в самую такую плодовитую осень, болдинскую осень для Пушкина. Причем эти повести писались за один день. То есть в один присест, скажем так. Ну, может, не за один день, но в один присест. И первое. Пушкин влюблен и собирает жениться. Собирается жениться, значит, он подготавливается к этому очень важному моменту. И, в принципе, мы видим, как у него формируется образ влюбленного человека в литературе. Да, вот в этих повестях как раз вот есть барышни, которые влюблены. Это с одной стороны. С другой стороны, каким должен быть, ну, вот и возлюбленный, да, так сказать, вот жених, достойный или недостойный своей избранницы. Это первый момент. Это то, что называется контекст. А вот второй контекст, он гораздо более глубокий и, как мне кажется, гораздо более важный для нас, для понимания смысла произведения. Что Пушкин в это время уже глубоко воцерковленный человек. Значит, мы в этих повестях можем сразу же увидеть такой подтекст православный, евангельский. И, что немаловажно, вот как-то мы с вами уже определяли в древнерусской словесности, основная тема – это тема спасения души человека. А если мы посмотрим на житийный канон в Древней Руси, то мы увидим, что это не просто идеальный образ, потому что не следует путем Христовым. Но это еще образец, естественно, для подражания. Но в каждом житии мы видим, как разворачивается Божий промысл о святом. Вот как он прошел этот путь. Так вот, что делает Пушкин, гениальный Пушкин. Да, конечно, он читал, мы с вами это прекрасно знаем, Киево-Печерский потерек, который произвел на него огромнейшее впечатление. И, собственно, все эти повести, они такие потерековые, можно сказать. Они небольшие, и всегда есть какое-то наставление. Но если мы увлекаемся сюжетом, что немаловажно для романтика, да, потому что как увлекать читателя, чтобы ему попытаться вложить в его сознание вот те более глубинные евангельские смыслы. Так вот, если мы посмотрим на обе эти повести, мы увидим, как тоже разворачивается Божий промысел о человеке, о герое или о героине. И вот этот момент, как мне кажется, и нужно прежде всего показывать читателям, ну, я имею в виду и школьников, и студентов, естественно, в восприятии этого текста произведения. Вот, скажем, та же «Метель». Начну с нее, хотя здесь должен заметить, что обе повести «Метель» и «Барышня и крестьянка», которую предлагаю сегодня рассмотреть. Ну, сначала вот «Метель», но в следующей передаче «Барышня и крестьянка». «Барышня и крестьянка» написана раньше, на месяц. Хронологически. Хронологически, да, 20 сентября, если не ошибаюсь. А 20 ноября была написана повесть «Метель». Но Пушкин в повестях Бертина ставит наоборот. Это тоже очень важно, потому что ему нужно показать, вот так вот постепенно, вот если вот идти по повестям, он чего-то должен подвести, он что-то должен знать, он что-то должен раскрыть. Такая духовная эволюция происходит. И с ним, как с автором, и с его героями, и с вот этим текстом и подтекстом. Конечно, конечно. И вот в этом отношении «Метель», она, конечно, то, что она позже написана, это чувствуется. Она более глубокая, у нее более глубокий этот подтекст божественного промысла. Ну, если мы вспомним, так вот, на какие-то моменты я хочу обращать внимание. Значит, это начало XIX века, 1814 год. Понятно, это перед нашествием Наполеона. Здесь, как описываются герои, в своем поместье Нинарадове проживал добый Гаврила Гаврилович Р. Ну, понятно, что тогда и не писались фамилии. Он славится по всей округе гостеприимством, радушием и так далее, и так далее. Приезжали к нему гости, чтобы покушать, поиграть в карты и, вот замечательно, посмотреть на его дочку Марью Гавриловну. А теперь, как Пушкин ее описывает, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Знаете, не через запятую, а и 17-летнюю девицу. То есть, это достоинство, да. С другой стороны, 17 лет. А это уже барышня на выданье, на пределе, то, что называется. То есть, ее нужно уже поскорее определить. Собственно, поэтому женихи и съезжаются, потому что знают, что барышня-то на выданье. И, собственно, и приданное у него приличное. Тем самым Пушкин готовит, подготавливает читателя к коллизии. Конечно. Да, которая на эту тему и будет разворачиваться. Конечно. То есть, вот сразу же Пушкин молодец. Он строит свои произведения именно с интригой в самом начале. То есть, мы уже понимаем, что вот теперь вокруг этой барышни как-то будет развиваться этот сюжет. И Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и следственно была влюблена. Тут же сразу вспоминается и Татьяна Ларина с Евгением Онегина. Потому что там пара пришла, и она влюбилась. А тут французские романы следственно была влюблена. Смотрите, какая есть ирония. Вот в самом начале повествование строится с тонкой-тонкой иронией. Вот как барышни воспитывались, которые далеко-далеко от столиц жили. Да, вот на французских романах. Но поскольку она на французских романах сентиментальных воспитывалась, потому что это с начала только XIX века, романтизм только-только-только приходил к нам. Ну, хотя во Франции это уже было давно. Значит, обязательно должен быть какой-то неравный брак. Какой-то возлюбленный, он должен ниже положение занимать. И тут у нее предмет, смотрите, не жених, а предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик. Всего-то навсего прапорщик, находившийся в отпуску со своей деревни. Само по себе разумеется, что молодой человек пытал равную страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать. Ну, вот вам начинается конфликт. Не благословили. Это пока еще запретили. Пока еще запретили с ними общаться. Потому что, ну, дескать, кто его знает, до чего дойдет у этих молодых людей. Ну, а молодые люди, естественно, основываясь на романах, препятствие это должно быть. Именно французский роман основа. Абсолютно. Бежать, бежать. Конечно, конечно. Значит, нужно что-то построить именно так, ну что, они переписывались. Потому что сентиментальный роман говорит о чем? О переписке. Потому что многие романы были в виде этих писей. Эпистолярный жанр. Без писей никак. Обязательно. Когда можно было летом встречаться, они, значит, встречались с деменой. Ну, какой-нибудь дубовой рощей, там, так сказать, по сенью древ. Ну, тоже понятно почему. Зима наступила. Ну, конечно, встречаться реже стали, но зато больше. И тут вот самое интересное. Значит, у этих молодых людей что возникло? Переписываясь, разговаривая, они дошли до следующего рассуждения. Если мы без друга дышать не можем, мы не жить. Дышать. То есть, кто-то еще, так сказать, потому что жить, ну, кто его знает, сколько может. А дышать одну минуту, две и все. Дышать не можем. А воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию. То есть, они уже все знают. Что они будут благополучны, они все, естественно, предугадывают, как у них замечательно все будет. То нельзя ли будет обойтись без нее? Французский роман. Они хотят заключить, то есть, нарушив главные устои, не получив родительское благословение. О том и речь. Да, да, православный брак. О том и речь. Смотрите, что мы видим. Нарушается пятая заповедь. Да. То есть, почитание родителей. Первое. Второе. В брак не ступали без благословения. Потому что понятно, что, ну, как и Домастроя отмечал, что без благословения семья не построится. Семья – это малая церковь. Владимиру Николаевичу пришло на ум предаться ему, то есть, не предаться Богу, не предаться воле, а предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, потом броситься к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты их героическим постоянством и несчастьем любовников и скажут им непременно «Дети, придите в наше объятие». То есть, вот типичный романтист. Причем, интересно, какое слово. Пушкин использует термин «невлюбленные», «любовники». Вот на том уровне, так сказать, вот это… Он уже снижает… Да, конечно, конечно. Коннотацию. Конечно, конечно, конечно. Ну, Мария Гавриловна, естественно, как барышня, она долго колебалась, а потом все-таки согласилась. И вот много планов было отвергнуто, а в назначенный день она должна была не ужинать, удалиться в свою комнату предпологом головной боли. Девушка была ее в заговоре. Они оба должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом должна быть ожидать лошадь и сани, садиться на них и ехать за пять верст в соседнее село Жадрино, где их должны были уже в церкви и обвенчать. Устой жизни и уклад жизни провинциального человека с церковью, с постами, с говением, с причастием, с венчанием, благословением. И есть французские романы, которые дают совершенно другое наставление молодым людям. То есть делайте то, что хотите, не так, как вот уклад. Разрушают патриархальный уклад. Именно это. И поэтому вот она-то и колебалась, потому что она должна была оторваться от своих корней, от тех устоев, которые, в общем-то, она наблюдала везде, от тех устоев, которые царили в их семье, потому что она же видит, и Пушкин об этом говорит, как родители друг к другу относятся. Они же любят друг друга. И вот единое целое, вот как апостол Павел говорит, единая плоть, а вот здесь что чувствуется? Мы видим, как только, так сказать, разгораются какие-то страсти, какие-то влюбленности. Что это серьезно? Конечно же нет. Но так в французских романах, значит, можно поступать. Это руководство к действию, руководство к поступкам. Значит, написала письма, прощание просит у родителей, своей подруге написала, объясняла ситуацию и так далее, и так далее. Ну и вот уже, как и было условлено, то есть договариваются о том, чтобы бежать. Все готовы, чтобы бежать, попрощалась с родителями, как она никогда не прощалась и просила в них прощения. Вот смотрите, прощалась родителям, прощение, потому что, ну, они-то не знают, почему. Ну, а она-то, в общем-то, родители искренне ко всему этому относятся. Ну, а дальше вот Пушкин и говорит, что человек предполагает, а Бог располагает. И вот эта повесть, она, собственно, на этом и строится. Потому что Владимир, который, я же вот случайно, не случайно обратил внимание, положится на него, доверится ему, доверяется Богу, а не человеку. И полагаются на волю Божьей. И полагаются на волю Божьей. Понимаете? А тут вот человек выходит на первое место, где сказать, ну, вот я сам все разрулю. Вот принцип этой антропоцентричности, он здесь явлен вот в художественных образах. Конечно. И смотрите, оказывается, не только и он один так думает. Ему нужно было трех свидетелей при венчании. Значит, он к своим знакомым поехал. И что интересно, они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности пожертвовать для него своей жизнью. Это вообще потрясающе. То есть они тоже выпали из этого уклада? Именно. Для них это некое приключение. Потому что даже тот корнет, который служил в гусарах, он вспомнил, вот какие-то проделки, какие были раньше. Так вот здесь самое главное. И здесь Пушкин уже включает и вводит в этот богословско-евангельский контекст. И он дает ключи. То есть что же будут защищать в будущей Великой Отечественной войне? Русь святую или что-то другое? И вот здесь вырисовывается контекст, что будущая война – это не просто события, это не просто боевые действия, это еще и некая катастрофа, которая следует за нравственным разложением. Это некий порог. И смотрите, ведь эта война будет с французами, которые были примером, которые были кумиром. Они же и писали эти французские романы. Это, получается, война с тем, что уже приняли. Это, получается, война с самими собой. То есть потому что внутренняя, получается, война, а потом и внешняя война. Но это конфликт вот того устоя, который, так сказать, вот был на Руси, и того, что приходит из Европы. Казалось бы, ну вот здесь Владимир все устроил, и своего кучера опытного дал, который знает… По человеческому устроению. О, именно. Правильно вы заметили, по человеческому устроению. И сам-то думал, ну, так сказать, вот договорился, все это женихи есть, сам спокойно доеду, но… К вечеру погода испортилась, и поднялась метель. Именно. То есть, а почему она поднялась? Даже природа воспротивилась этому нарушению вот этих патриархальных и православных канонов устоянов. Мне всегда вспоминается Ломоносов, когда там у него есть беседа из Иова, и когда вот это вот пря, как когда-то говорили, то есть спор с Богом, и Господь говорит, а мог бы ли ты что-нибудь сделать сам, без моей воли? Говорит, ветер там изменить свет звездам. Так вот, тут вот метель, это чья? Это по человеческому разумению или по божественному разумению? Потому что Господь не попускает. Потому что душа-то, Марья Гавриловна, чистая. Это соблазнение. Пора пришла, она влюбилась. Конечно же, так сказать, ее нужно… Потому что у Господа на нее другое смотрение. Вот что самое главное. Промысл. Конечно же. И промыслительно это в финале и раскрывается. Именно. Понимаете, у Господа на нее совершенно… И на судьбу Владимира. Почему они соединились? Да потому что ему судьбенно погибнуть. А Марья Гавриловна не суждено быть вдовой. Потому что у нее свой путь, свой брак, и своя малая церковь… И человек в молитве должен пытаться прозирать вот промысл Бога о себе. Если он внутренне сосредоточен на себе, и если он действительно пытается рассмотреть события, которые творятся вокруг, как божий промысел, он это поймет. Но если он устремлен к какой-то определенной цели… Только своеволе. И только своеволе. Именно. Вот как вот здесь мы видим, что это своеволе. И со стороны Владимира, и со стороны Марья Григорьевна. Да, она очень сильно переживает. Да, она, так сказать, понимает, что уклад… Едет туда. За ней, так сказать, девушка, служанка присматривает. И Владимир, который выехал и заблудился. Там 20 минут, это очень важно. 20 минут приехал. А и до полуночи не смог доехать. А потом, когда проехал через какую-то таскалею, в которой конца и края не было, въехал в какую-то деревню, там из 4-5 домов постучался. А далеко, даже Адрина, до 10 верст. Когда события там, в Жадрина, уже завершились, и луна вышла, метель прекратилась. То есть это совершенно очевидно, что всё это было устроено свыше именно для него, чтобы он свою волю не мог учинить, поступить так, как ему хотелось. И тем более, что он свою же волю и хотел навязать и другому человеку. Хотя вроде бы они и влюблены, но это что? Это влюблённость, это любовь. Страсть. Или это страсть. В том-то всё и дело. То есть вот градация. Пушкин очень чётко в своих произведениях прослеживает это. И потому что любовь не ищет своего. Любовь себя забвения. Любовь долго терпит. И она может перенести хотя бы вот те вот казавшиеся им невзгоды родительские. И что получается? А получается, что в этот момент какой-то офицер, пока мы ещё не знаем какой, тоже особенно не соображая, что он делает, вот приехал сюда, ой, где-то там, так сказать, задержался, прикажете начинать, начинайте. Поставили у алтаря, повенчали. И теперь только, когда сказали, что поцелуйтесь, барышня поворачивается, а это не он и падает в обморок. Почему его раньше не заметили, что это не Владимир, а какой-то другой офицер? Потому что все трое вот свидетели, они были воз неё там колдовали, потому что она падала в мокрое, ещё в обморок чувства там, так сказать, его приводили. То есть мы видим неестественное состояние этого брака. И теперь, когда уже обвенчались, а это Господник соединил, вот так вот получилось, так вот неожиданно, для них это Господник соединил. Это промысл, это несомненно, конечно же промысл. А он сел, так сказать, и поехал куда-то дальше. А Мария Гавриловна возвращается домой, записочки, так сказать, письма уничтожила, но утро она уже по-настоящему, непритворно начинает болеть. Вот тоже тонкая маленькая деталь. Вот хотела заболеть, так вот тебя Господь послал. То есть вот заболеешь. Но причём она заболела так сильно, что она там вспоминала Владимира. И вот тут тоже совершенно удивительные, удивительный момент. Вот когда человек предполагает вот что-то, он, как правило, всегда, особенно о родителях, когда вот дети думают, они всегда ошибаются. И тут вот, что немаловажно, вот родители, когда видят, что Мария Гавриловна заболела, они уже готовы пойти на то, чтобы их соединить с Владимиром. Что суженого конём не объедешь, что бедность не порог, что жить не с богатством, а с человеком и того подобное. Народственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание, замечает Пушкин. А что же гневное письмо Владимира? А тут вот они призвали Владимира, причём что они положили? Положили послать за ним, объявить ему неожиданное счастье, согласие на брак. То есть им-то, как казалось, нужно было потерпеть совсем ничего, чем чтобы получить радическое благословение. Он же к изумлению ненародовских пометчиков в ответ на их приглашение написал полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его никогда не будет в доме и просил забыть о несчастном, для которого смерть остаётся, единая надежда. Ну, в общем, чисто в романтическом духе, потому что мы пока не знаем, почему и что. Нет, мы там уже знаем, что, так сказать, овенчано, мы понимаем, что и Владимир уже узнал, что его невеста, так сказать, уплыла. И теперь ему ничего не остаётся, как пойти в армию и уже внять участие в войне против Наполеона. И вот тут переменяется внешние обстоятельства. Война 12-го года, победа над Наполеоном, изгнание Наполеона. Возвращаются офицеры, солдаты. К этому времени батюшка уже почёл, и Мария Гавриловна становится единственной наследницей, то есть богатой, очень богатой невестой. И они ещё переезжают матушкой в другое имение. И вот тут как бы, но это не как бы, ни слова паразит, а вроде бы другой сюжет начинает завязываться, потому что появляется статский, такой статный гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице, интересный, да, и тоже с интересной бледностью, как говорили в лице. Естественно, для дам это было, так сказать, интрига. Ему-то всего 26 лет, а уже смотрели с Георгием и полковник. И вообще нехарактерный ход сюжетный для новоэлической конструкции, когда уже, казалось бы, заканчивающийся сюжет, в него вплетается другой сюжет. Именно. Для рассказа это абсолютно нехарактерно, тем более для тогдашнего. Это уже привлечение романной формы. Это во-первых, а во-вторых, ведь основная эта тема, которую вот мы с вами нащупали, это божий промысл, и нам же нужно вот то, что Пушкин закрутил сюжет с каким-то офицером, мы же не знаем, как звали того офицера. Еще интересно, что ведь Владимир, узнав все и понимая, что родители их простили, он-то, по идее, должен каяться. А он не кается, а наоборот, пишет полусумасшедшее письмо. Значит, его помыслы относительно Марии Гавриловны были не совсем такие уж романтические и чистые. О том и речь. Почему не был допущен этот брак свыше? Там-то все дело, что человек-то проявляется в тех поступках, которые совершаются потом. Да. Не до того, а потом. И это для нас последовательно события протекают из прошлого через настоящее в будущее. А для Господа Бога, нашего Творца, все эти временные отрезки, они в одном континууме, вот в этом пространстве времени, вечности и божественного промысла. И он смотрит с будущего на настоящее и на прошлое. Получается, ну, молодой полковник, герой, гусар, тем более, и все говорят, там с похожения, для дамы это обязательно нужно такой романтический. И Мария Гавриловна, которая выделяла или отличала его от всех, вот что здесь, а смотрите, Пушкин тоже тонко показывает, а сердце-то почувствовало. Душа подсказывала. Душа подсказывала, да. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, что она с ним кокетничала, но поэт, заметьте, ну, сказал бы, если это не любовь, то что же, да, то есть, понимаете, и Бурмин тоже по отношению к ней вел себя совершенно по-другому. Поведение с Марией Гавриловной было просто и свободно. Смотри, не из книг. У нее-то по-книжному было до этого, а тут нет. Просто и свободно. То есть, из жизни. И опять же-таки, не из того опыта, который у него был, ухаживание за дамой. Но более всего, молчание молодого гусары более всего подстягивало ее любопытство и воображение. Ну, естественно, для дамы, да, почему он молчит, почему она же тоже чувствует его расположенность к ней. И вот этот, этот момент, собственно, самый и главный, да, кульминация здесь, она же любопытство женское, и подстраивает так, чтобы, сделав такую ситуацию, чтобы он признался, почему же, вот, он до сих пор еще не признался ей в любви. И, подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной табу причиной. Ну, опять же-таки, романтическая натура. Вот. И тайна, как урода, не была тягостна, была всегда тягостна женскому сердцу. Ну, и вот ее военные действия, противополковника военные действия, Пушкин ироничен, опять же-таки, да, имели желаемый успех. По крайней мере, Бурьмин впал в такую задумчивость, что черные глаза с таким огнем остановились на Марии Гавриловне, что решительная минута, казалось бы, уже была близка. Любопытно, как и в Евгении Онегин, что уже Евгений Онегин, в Евгении Онегина там тоже сам об этом говорил, что соседи уже пророчили женихи, женихи его, так сказать, уже поженили. И вот кульминация мгновенная, то, что называется, да, Бурьмин как-то пришел, но сердце еще матушки. Матушка сказала, что Мария Гавриловна в саду, я вас буду здесь ожидать, Бурьмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала, а вот дело сегодня и кончится. И вот действительно дело-то и кончилось именно сегодня, потому что Бурьмин пытался рассказать о своей причине. Да, он люблен, он признался, что он ее любит, но есть преграда, то есть он женат не знает на ком. Так это были вы? Так это были вы, воскликнула она. Мария Гавриловна. Боже мой, Боже мой, сказала Мария Гавриловна, схватил на ее за руку. Так это были вы, и вы не узнаете меня. Бурьмин побледнел и бросился к ее ногам. Что Господь соединил, то человек да не разлучит. Да не разлучит. Вот на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Спасибо, до свидания. Всего доброго.